Съёмочная группа программы «Тайны мира» присутствует при необычном эксперименте. В исследовании принимает участие православный священник, протеерей Кирилл Копейкин. Специалисты лаборатории психофизиологии Санкт-Петербургского института имени Бехтерева проводят глобальные исследования. Цель – выяснить, изменяется ли работа мозга во время совершения молитвы. Руководит экспериментом доктор биологических наук Валерий Слёзин. Он провёл уже более 200 замеров электроэнцефалограмм головного мозга людей, принадлежащих к различным конфессиям и имеющих разный социальный статус. Изучив полученные данные, Валерий Борисович пришёл к выводу. Во время глубокой молитвы кора мозга как будто отключается. Восприятие информации человеком идёт, минуя мыслительные процессы. Науке известно три состояния сознания – бодрствование, быстрый сон и медленный сон. Но это не похоже ни на одно из них. Возможно, мы находимся на пороге научного открытия. Во время эксперимента в Петербурге впервые удалось зафиксировать четвёртое состояние сознания. Исследователи уже дали ему название – молитвенное бодрствование. Но зачем оно человеку? Почему его можно достичь только при помощи специальных духовных практик? Каким образом молитва влияет на физическое тело? Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Святыни, которые нас исцеляют. Создается некое изменённое пространство. Берегут от греха. Бухом, как же иначе? И позволяют покидать тело. Наша душа устроена гораздо сложнее, нежели тело. Как не чувствовать боли? Попасть в нирвану. Кто-то называет это Шамбала, кто-то называет это Академия планеты. И победить смертельную болезнь. Вера помогает преодолевать интересные нелюги. Тайны мира. Тайна молитвы. Отец Кирилл – настоятель храма при Санкт-Петербургском университете. Он хорошо знает, что во время молитвы священник погружается в особое состояние. Теперь это может подтвердить медицинское исследование. Но до понимания того, как устроена душа, наука ещё слишком далека. Наша душа устроена гораздо сложнее, нежели тело. Просто потому, что она должна этим управлять. И мы, я думаю, подходим к тому, что постепенно начинаем понимать, сколь сложна и глубока человеческая душа, и человеческая психика. Когда отец Кирилл погружается в молитву, он входит в четвёртое состояние. Состояние молитвенного бодрствования. Доктор биологических наук Валерий Слёзин, исследуя четвёртое состояние, столкнулся с парадоксальным, с точки зрения анатомии человека, явлением. Это происходит с каждым, кто достигает молитвенного бодрствования. Энцефалограмма головного мозга соответствует состоянию комы. Никого сознания нет. То есть мы можем сказать, что сознание как бы оказалось вне мозга. Мозг вроде бы не работает, а человек в сознании. В состоянии бодрствования в коре больших полушарий головного мозга преобладают так называемые быстрые биотоки с частотой от 8 до 30 Гц. Это бета-волны, соответствующие повышенной активности мозговой деятельности. И альфа-волны, исходящие при пониженной активности мышления. В период сна мозг переходит на медленные тета- и дельта-волны. Их частота понижается до 3 Гц. В состоянии бодрствования такая частота наблюдается только у младенцев до 4 месяцев. И у взрослых во время молитвы. То есть эти люди становятся в буквальном смысле слова как новорожденные. Мы возвращаемся к тем 3 Гц, которые свойствуют тому человеку, который еще не начал земную жизнь, который не приспособлен к ней, который связан только с жизнью иной. Вот в этом, собственно говоря, и суть молитвы. Поэтому молитва и целительна. Это своеобразное возвращение в детство и есть четвертое состояние. В нем электрический импульс коры головного мозга снижается почти до нуля. Такие результаты показывает и энцефалограмма отца Кирилла. В обычном состоянии его графики не отличаются от показателей других людей. Зато когда священник погружается в молитву, он входит в четвертое состояние. Состояние молитвенного бодрствования. У него начинает исчезать быстро ритм свыше 12 Гц. И постепенно уменьшается процент альфа-ритма. И далее мы видим уречение индекса медленных ритмов дельта до 3 Гц. В храме, по словам отца Кирилла, сознание меняется еще сильнее. Неизвестно, каковы будут показатели электрической активности мозга, если зафиксировать их не в лаборатории, а во время церковной службы. Сев там в кресло, когда к тебе подключены электроды. В общем, это отвлекает, потому что на службе вся обстановка, она таким образом устроена, чтобы тебя ничего не отвлекало, чтобы ты мог полностью сосредоточен быть. Нейрофизиологи знают, что целебные свойства молитвы не легенды, а реальность. Молитва активизирует в организме процессы, направленные на гармонию внутреннего состояния человека. Болезнь, в свою очередь, вызывает страх, а он способствует ускоренному распаду белков и понижению иммунитета. По мнению исследователей, во время обращения к Богу определенные зоны сознания отключаются. Оно отдаляется от социального уровня и переходит на духовный. Понятия и взаимодействия, связанные с собственным «я», отходят на задний план. В минуты общения с Богом все это становится не так важно. Отвлекаясь от себя, человек перестает бояться, и иммунитет начинает активную борьбу с недугом. Никакого чуда в этом нет. В медицине есть понятие чудесных исцелений, и никто не говорит о том, что это чудо. Сейчас медики признают, что да, такие случаи существуют. Это определенный процент исцелений, и он связан с психоэмоциональным состоянием. Питерские ученые пришли к выводу, что лечебный эффект молитвы вызывается как раз отвлечением от земных забот, признанием их незначительности в сравнении с чем-то вечным и незыблемым. Вы знаете, психологические моменты веры, конечно, будет неразумно сбрасывать со счетов. Они, конечно, существуют. Несомненно, они способствуют стимуляции процессов саморегуляции в организме, активации защитных резервных свойств организма. Вера помогает преодолевать телесные недуги. Поэтому молитвенное бодрствование, когда мозг находится в младенческом состоянии, необходимо человеку так же, как и остальные состояния сознания. Если четвертого состояния у человека не бывает, то баланс в его организме нарушается, и появляются болезни. И наоборот, если это состояние регулярно практикуется, организм готов противостоять самым серьезным недугам. Например, по статистике, среди больных раком на последней стадии верующие живут на пять лет дольше. В целительных свойствах веры убедился Сергей Дворянинов. Несколько лет назад ему диагностировали рак предстательной железы. Сделали операцию, но скоро анализы показали, что избавиться от опухоли не удалось. На тот момент у меня была перенесена операция по раковому диагнозу. Показатели мои медицинские по анализам в тот момент стали резко галлопировать в отрицательной зоне. Это была трагедия для этого человека, потому что узнать в таком возрасте, что опухолевый процесс действительно страшный. Началась мучительная химиотерапия. Пятидесяти трехлетнему пациенту она далась крайне тяжело. К тому же оказалось, что и она не помогла. Возникло решение все-таки применить лучевую терапию как следующий этап лечения. Но здесь Сергей Петрович сказал, что он, наверное, воздержится пока от этого лечения и поедет, скорее всего, в паломническую поездку. Идея поехать в Грецию возникла не просто так. Перед этим сын Сергея Петровича Дмитрий, тоже человек глубоко верующий, увидел во сне святого старца Нектария. Когда молодой человек решил узнать о нем побольше, он понял, для чего ему был послан такой сон. И когда я прочитал, какая у него была болезнь, для чего он умер, я сразу подумал, что объяснился он мне, но не для меня, а для того, чтобы это передалось отцу. Тот диагноз, от которого умер святитель Нектарий, это тот диагноз, от которого я делал операцию, то, что у меня прогрессировало в тот момент. Так дворяниновы всей семьей отправились в паломническую поездку в Грецию, где покоится Нектарий Игинский. Услышав их историю, настоятельница монастыря подарила дворяниновым фрагмент мощей святого Нектария и его образ, сказав, что жить Сергей Петрович будет долго. Он уверовал в ее слова, и вскоре после возвращения в Петербург получил подтверждение, которое казалось чудом. В этот момент Сергей Петрович не применял никаких химиопрепаратов, он не лечился никакими другими способами. Через 3-4 месяца по возвращению оттуда показатели стали нулевыми. В таких случаях медики не дают гарантий, что болезнь ушла навсегда. После той памятной поездки прошел год. И вот Сергей Дворянинов идет к лечащему врачу, чтобы узнать результаты последних контрольных исследований. Специфический антиген, ноль-ноль, все нули. Это здорово, это прекрасно, весело очень хорошо. Я, честно говоря, даже не ожидал такого результата. Спасибо, Господи. Доктор, праздник на нашей улице. Это действительно праздник. Ни Сергей Петрович, который несколько лет прожил с диагнозом рак, ни его врач не могут объяснить, как это произошло. Но факт остается фактом. Вера больного и его близких сотворили чудо. Я стопроцентно и свято уверен, и в это я верую, в то, что заступничество святителя Нектария Гинского и стало тем шагом, который привел к тому, что я сейчас здоров и, в общем, строю планы на будущее. Нейрофизиолог Валерий Слезин, открывший молитвенное бодрствование, сам прошел через тяжелые испытания. Его жене, страдающие от онкологии, в свое время именно вера и молитва помогли продлить жизнь. Говорили, что она 3 месяца заложить, а она прожила 9 лет. Бог помог, а как же иначе? Далее в нашей программе. Вера спасает жизнь. Броня находится на уровне метра от меня. Это доступно каждому. Управляет своим организмом силой собственной мысли. К ней приходят по-разному. В буддийских практиках это происходит через медитацию. Но всегда, чтобы найти для себя ответы. Любая болезнь дается для осознания. Я расстрою все тайны. Этому обряду много веков. Во время церемонии огненной пуджи люди делают подношение хозяевам огня, чтобы те помогли очиститься, избавиться от негативных поступков. Как и многие обряды у буддистов, пуджа сопровождается чтением молитв, мантра. Подобно христианской молитве, мантра – это обращение к Богу, общение человека с высшими силами. Мантры – это особое обращение к тем или иным божествам, бадхисатам, буддам, которые могут нам помочь. Мы попросили Саян-Ламу поучаствовать в таком же эксперименте, как и православного священника Кирилла Копейкина. Во время произнесения мантры у него снимают электроэнцефалограмму головного мозга. Вот мы сравниваем спектры при закрытых глазах в спокойном состоянии и при чтении молитвы. Мы увидим небольшое увеличение в низкочастотной области в районе 2-3 герц. Мозг буддистского ламы во время чтения мантры также переходит в четвертое состояние. Частота его биотоков снижается. У разных народов во всем мире есть множество практик и ритуалов, которые позволяют человеческому сознанию выходить за пределы собственного тела. А тело при этом остается в неизменном виде. В следствии сильных духовных практик тантрических достигается такое телосовершенство, именно нетленность. В буддистских практиках это происходит через медитацию, через аналитическую медитацию. У человека просветленного, постигшего таинство молитвы, мантра переходит в медитацию, а медитация ведет в нирвану. И тогда тело перестает зависеть от времени, оно может жить без пищи и воды. А весь человек сосредотачивается в духе. В 2004 году в пещере в Гималаях обнаружили высохшее тело ламы Сангхатензина. Анализ показал – возраст мумии 500 лет. Я видел настоятеля одного из монастырей во Вьетнаме, недалеко от Ханое. Тот тоже сидит порядка 150 лет. Он весит всего 8 килограмм. При энергинограмме у него сохранились все органы абсолютно, все нормально, только сжато, нет воды. А знаете, есть в Индии такой цветок? Он сухой, как колючка. Бросишь в воду, и он через сутки цветет изумительными цветами и пахнет. Вот точно так же и эти тела, которые сохранились, это естественная консервация. Такую естественную консервацию в буддизме и индуизме называют самадхи. В переводе – целостность, объединение. С помощью медитации достигается просветление, когда сознание отключается, и для человека стирается грань между внешним и внутренним миром. Тогда время словно останавливается, и исчезает ощущение собственной индивидуальности. Смотрите далее. Медитация творит чудеса. Человек может что угодно. Дает вечную жизнь. Человек находится в биологической самоконсервации. Кормит божественной энергией. Можно без еды, без питья, только воздух. И открывает путь к истине. Открывает прямой канал связи с Богом. Я расстрою все тайны. Йоги говорят, что каждый человек побывал в состоянии самадхи, когда был в утробе матери. Этот человек известен далеко за пределами Индии. Пилот Бабаджи не раз погружался в самадхи. От 7 до 33 дней. И делал это публично, чтобы продемонстрировать возможности человека. Самадхи Бабаджи называет тем домом, где можно насладиться проживанием истины. Самадхи может освободить вас. Мне не нужна ни еда, ни питье. Я должен быть чистым. Очередное испытание Йогина – стеклянный куб. Куда не должен поступать воздух. Самадхи предшествует большая подготовка. Перед погружением Бабаджи месяц питается только молоком и супом. А за два дня до начала вообще перестает принимать пищу. Нельзя лгать. Нужно творить добро. Не помышлять злого. Быть здоровым на телесном уровне. В присутствии тысяч людей пилот Бабаджи входит в стеклянный куб, где проведет 96 часов. Воздуха в кубе только на два дня. На улице 40 градусов жары. Куб зашторивают, чтобы хоть немного предохранить Йогина от зноя. Требуется связь. Особый канал. Святой человек становится тем самым каналом, ключом к Божественному. И вот самадхи заканчивается. Йогин переодевается и выходит к собравшимся, которые встречают его как святого. Его путь усыпали лепестками цветов, и каждый хочет прикоснуться к человеку, который четыре дня провел вне своего сознания, без еды и воды. Зато с ним был дух. В самадхи именно дух, а не физические процессы, обеспечивает человека необходимой энергией. Если глубокий самадхи, то действительно можно без еды, без питья, только воздух. Подключается внутренний ресурс потенциал через медитацию. В медитации отключается сознание. Мозг перестает воспринимать окружающий мир и переключается исключительно на собственный духовный ресурс. И тогда открываются все его возможности, закрытые для обычного человека. Этих возможностей до конца не знает никто. Способность обходиться без еды и не меняться десятилетиями – лишь некоторые из них. Абсолютно нормально, не только не навредив своему организму, а наоборот восстановить его. То есть духовность – это априори стержень, на котором держится весь организм человека. Все его структуры и все направление его жизни. Феномен самадхи давно изучается, но биологи пока не могут объяснить, чем питается организм и за счет чего сохраняется тело. Причем у многих впоследствии здоровье становилось даже лучше. Объяснение нашел физиолог Иван Розенков. Он открыл, как состояние голода перестраивает организм. Оказывается, в таком состоянии эффекта аминокислоты от распавшихся клеток таинственным образом собираются опять в желудки и повторно усваиваются человеком. То есть он питается клетками собственного тела, ничто не идет на отброс. Люди верующие к этому добавляют неизмеримую силу человеческого духа. В критической ситуации или в состоянии аффекта, которым можно признать и медитацию, именно дух заменяет и пищу, и саму физическую оболочку. Буддийские монахи считают, что душа связана с телом незримой серебряной нитью. Когда она разрывается, душа улетает, а тело гибнет. Но в самадхе все иначе. Человек находится в биологической самоконсервации, но нить это есть. Она жива. То есть теоретически человек, находящийся в состоянии самадхи, может проснуться, потому что он не умер. Медитация – главный путь к самадхи. Что же происходит с мозгом во время медитации? Нейрофизиологи установили, что, как и в случае с молитвой, в определенный момент одни участки мозга активизируются, другие, наоборот, подавляются. И главное – слабеет связь между правым и левым полушариями. В состоянии глубокой медитации, каналы связи между этими областями теменной доли мозга блокируются, подавляя восприятием человека своего физического тела. Отсюда снижение чувствительности и болевого порога, которое демонстрируют йоги. Об их возможностях ходят легенды. Они спят на гвоздях, ходят по раскаленным углям и медитируют неделями на снегу в легкой тиваре. Их тело полностью подвластно духу. Мастера тибетской практики туммо – йоги внутреннего тепла, невосприимчивы к холоду. Они медитируют обнаженными высоко в горах при минусовой температуре и в самые лютые холода, одеты лишь в хлопковые обноски. Такой навык невозможен без глубочайшего самопознания. Йога, медитация позволяют познать свое внутреннее пространство, глубже понять себя. Когда я придаюсь медитации, я чувствую живот и внутренние органы, все свое тело. Теряя восприимчивость к боли и холоду, йоги отключаются от всего внешнего, как бы переходят в автономный режим. Но откуда же они берут энергию, которая позволяет им полностью отключаться от внешнего мира? Оказывается, из самого внешнего мира. Это место называется Агна-чакра. И когда она открыта, появляется прямой канал связи с энергией, прямой канал связи с Богом. Открыть этот канал помогает молитва или медитация. Но существует и множество других мистических практик, позволяющих соединиться с космосом и получить власть над телом. Они есть в разных религиях, у разных народов и имеют многовековую историю. Смотрите далее в программе. Как забыть о боли. Ощущение боли под аркамазом. И выбить из себя недуг. Цель в том, чтобы измениться. Чудеса против науки. Время останавливается. И против понимания. Мы, врачи, только сейчас приближаемся к этому. Я раскрою все тайны. В середине 19 века европейские путешественники были поражены, столкнувшись с несколькими племенами на севере Африки. Они не были дикими, но совершали довольно странные ритуалы. Под ритмичные звуки бубнов люди впадали в массовый экстаз, начинали совершать конвульсивные движения, а потом принимались резать себя ножами. Племена, обитавшие на территории Алжира, Туниса и Марокко, называли себя Айсауа. Это орден заклинателей змей, относящийся к суфизму, мистическому направлению ислама. Как большинство итальянцев, Патерна вырос в католической семье. Но после поездки в Ирак заинтересовался суфизмом и вскоре стал его приверженцем. Он уехал из Италии и уединился на маленьком острове в Тихом океане у берегов Канады. Чтобы поговорить с бывшим католиком, внезапно ставшим суфием, нам пришлось проделать длинный путь. Доминика утверждает, что в суфизме нашел себя. Ритуалы Териката позволяют получить доступ к древним сакральным знаниям. Мы, суфи, верим, что мастера прошлого могут соприкоснуться с нами, войти с нами в контакт во время определенных ритуалов. Эти кадры никогда не показывали по телевидению. Их снял итальянец Доминико Патерна. Ирак. Церемония суфийского ордена. Здесь основная практика – зикр. Ритмичное повторение имени Бога. Люди собираются вместе и призывают Бога, вспоминают Бога. У каждого братства есть такая церемония. Просто разные общества совершают ее по-разному. В процессе этого зикра, когда суфий повторяет имя Бога, дышит специальным образом, то может возникать состояние опьяненности. Ритм убыстряется. Он захватывает участников, и постепенно они впадают в настоящий экстаз. Для новичка ритуал может быть заразителен. На любого европейца суфийские обряды производят неизголодимое впечатление. Для Доминико Патерна эта туристическая поездка стала событием, изменившим всю его жизнь. Я почувствовал, что и мне хочется петь с этими людьми. Это было ощущение на уровне сердца, какое-то странное влечение. Я будто попал в некое поле, энергетическое поле. Мне захотелось принять участие в церемонии. Постепенно суфии доводят себя до состояния аффекта, при котором чувствительность к боли падает, а у кого-то исчезает совсем. И тогда они демонстрируют необъяснимые чудеса. Протыкают кожу иглами, прикасаются к огню, пропускают через себя ток и проводят с телом другие манипуляции, но при этом, похоже, ничего не чувствуют. Суфии сменяют друг друга, и так продолжается несколько часов. Мозг начинает работать по-другому, и тем самым меняются реакции тела. Бог благословляет такого человека новыми силами, способностями. С помощью таких обрядов суфии очищаются от нафса, всего плотского телесного, ведущего к греху. Не избавившись от нафса, нельзя познать Бога. И там, где простой мусульманин ограничивается молитвой, суфий выбирает мистический путь, выходя за рамки традиционной религиозной практики. Он хочет познать божественное, познать истину на своем собственном опыте. То есть, постичь вот то царство Божие, которое внутри, вот его в себе раскрыть. Танцующие дервиши – представители суфийского ордена Мевлеви. У них очень сложный ритуал, сочетающий декламацию сур и вертящиеся танцы. В кульминации такого танца дервиш тоже впадает в некий транс. Разные суфийские тарикаты применяют разные техники, но цель у них одна – найти путь сближения с Богом. Суфизм – это именно вот твое состояние души, возвышенное состояние. А часто то, что происходит, это какие-то внешние проявления. То есть просто тот или иной человек себе этот потенциал, эту возможность раскрыл. Хотя эти возможности, они заложены в каждом человеке. С помощью необычных, иногда шокирующих ритуалов, суфии демонстрируют власть духовной составляющей над физическим телом. И в этом, по их мнению, путь к Богу. Для них испытание болью и достижение сверхспособностей – средство очищения, торжество духа. Важно не само состояние, а важно, помогает оно человеку в чем-то или нет. То есть способствует оно какому-то изменению человека или не способствует. А цель в том, чтобы измениться. Пути совершенствования духа и тела задолго до суфиев искали китайские мудрецы. Они создали цигун – древнее искусство управления собой. Эта практика основана на умении контролировать ци – жизненную энергию организма. Как и практики других народов, китайский цигун предполагает определенное сочетание движения, дыхания и состояний сознания. Согласование этих компонентов влияет как на телесное, так и на духовное здоровье. На то, чтобы достичь нужного сочетания уходят годы тренировок. Самое сложное как раз не сила мышц. На этом любительском видео демонстрация использования энергии ци. Вот так мастер-цигун, сконцентрировав свою энергию, может разрубить карандаш банкнотой. А в этом случае энергия ци позволяет девушке заставить тело не чувствовать удара. Раз, два, три. Снимаем. В результате этих упражнений люди не просто становятся такими противоударными в физическом смысле, но также на эмоциональном, на интеллектуальном уровне. То есть такого человека каким-то словом задеть, эмоциями очень трудно. То есть так эта броня нарастает на всех уровнях. Так выглядит экзамен, который ученики периодически должны проходить, чтобы понять, на какой стадии находятся. Ци переводится как энергия, а гун – работа. Работа с энергией. Работа, нацеленная на познание себя и своих возможностей. В этом смысл цигун. Если говорить языком, именно от истинного смысла этого слова – это познание. Цигун предусматривает собой взаимодействие с тремя сокровищами. Это Солнце, Луна и звезды. Ну и, соответственно, тремя внутренними сокровищами. Это кровь, кости и сухожилия. Солнце, Луна и звезды – это то, что использует человек в своей работе. Кровь, мышцы и кости – это то, над чем необходимо работать. Регулярно и упорно, день за днем. Если у человека есть вера в себя, упорство и желание измениться, то постепенно он получает власть над собственным телом. И его дух побеждает болезни. Человек, если он пройдет один-два экзамена, вот таких, как вы видели, некоторые люди заикаться, например, перестают после первого экзамена. Прямо вот такие. То есть человек за 30, он сильно заикался, не мог почти говорить. После удара кувалдой по кирпичам на голове, он забыл, что такое заикать. Ну и просто меняются люди. Последователи цигун теряют восприимчивость к боли. Только в отличие от суфиев, достигают этого не через религиозный транс, а путем многолетних тренировок. Проверяются экстраординарные возможности не только на экзаменах в зале, но и в повседневной жизни. Когда Архип попал под машину, его спасли только способности, полученные в школе цигун. Ощущение было, удар камазом, пролетел, поднимаю голову, передо мной задний бампер машины, я лежал в крошку стекла в нескольких сантиметрах от бордюра. Архип по профессии врач и быстро смог понять, что переломов нет. Только боль в колени. На следующий день сделал рентген, ничего серьезного не обнаружил. И лишь через некоторое время Архип осознал, что его защитила энергия ЦИ. Просто неожиданно удары, я понимаю, что это все сработало. Причем, когда я сдавал, я 3-й сдавал экзамена джорского цигун, вот после ударов там по плите или там после гвоздей возникает ощущение как бы корки на теле. А вот после удара машины ощущение было, что броня находится на уровне метра от меня. Мастера ЦИГУН, как и мастера йоги, знают, что научиться управлять собственным телом может каждый. Нужна вера и упорство. Возможности заложены в человеке самой природой. Но мало кто о них знает. Именно занятия духовными практиками активизируют скрытые сверхспособности. Когда-то ими обладали все люди. Но с веками человек забыл о душе и увлекся телесными благами. И многие возможности тела и духа уснули. Кто из нас знает, какие резервы у нас скрыты? Насколько каждый из нас имеет возможность запустить вот эту программу подсознания? И как ее запустить? Мы, врачи, только сейчас приближаемся к этому уровню. Мы начинаем понимать значение этих функций. Далее в программе. Молитва – это особый язык. Кодирование сообщений в определенной форме. Доступный каждому. Настроить свое подсознание. Вывести его на тот самый новый уровень. Как подготовиться к чуду. В некоторое время получилось селение. Вот свидетельство медицинское. И откуда оно появляется? Создается некое измененное пространство. Я раскрою все тайны. В восточных единоборствах можно найти много схожего с молитвой. Мастера боевых искусств говорят, что в ответственные моменты боя время словно замедляется. О подобных чувствах рассказывают священники. Я когда стал вот, ну, чуть внимательнее за этим наблюдать, я почувствовал, что да, действительно, вот субъективно время останавливается во время литургии. Время литургии – это когда вот мы соприкасаемся с вечностью. Способность организма мобилизоваться в критические моменты ученым давно известно. Но никто не знает, сколько своих возможностей он использует, а сколько оставляет на черный день. Возможно, именно эти резервы побеждают смертельные опухоли и возвращают зрение. Если такая необходимость не наступает, скрытые возможности так и остаются в запасе. Никогда организм до конца не расходует все свои ресурсы. Ну, просто потому что, если он их зарасходует до конца, то дальше это может оказаться в состоянии, несовместимое с понятием жизни. Поэтому этот резерв обязательно какой-то остается. Некоторые историки отмечают, как много общего в мистических практиках разных народов. А что, если все священные ритуалы и церемонии происходят из одного источника? В самые древние времена люди научились входить в особое состояние с помощью повторяющихся ритмичных движений. Сначала были пляски первобытных племен, ритуальные танцы шаманов, потом появились массовые молитвы, зикры и медитации. Барабанным ритмом и синхронными движениями сопровождались многие ритуалы в разных религиях. Медитация йогов – это почти то же, что дивление у древних славян. Окружение суфиев во время зикра напоминает русский хоровод. Что такое наш хоровод? Все встают по кругу, берутся за руки, образуют кольцевое энергетическое поле. Но мало кто знает, что в центре этого хоровода стоял колдун племени, который мог этой энергией управлять. Аналогично у мусульман. Шейх управляет молитвой и всем ритуалом. Некоторые исследователи считают, что молитва берет свои истоки в ритуале жертвоприношения, возникшем еще во времена язычества. Со временем молитвы намного общего. Потому что принесение в жертву – это определенный обряд во время молитвы. Человек выделяет определенное количество нематериальной энергии духовной. Окультисты знают легенду о том, что в древности в горах Тибета существовала школа, где избранных учили управлять духовной энергией. Эта наука давала власть и над телом, и над самой природой. Учеников Академии Жизни, находящейся в Шамбале, называли Таши. Они знали все о человеке, о жизни и смерти. Кто-то называет это Шамбала, кто-то называет это Академия Планеты. Но для нас, для европейцев, более понятно будет Академия. То есть куда стекались люди со всего мира. В том числе и рекомендованные различными шаманскими родами. Различные мистические практики, принятые у разных народов, предназначены для связи с высшими духовными силами. Молитва и медитация позволяют человеку обратиться к божественному началу, которое может помочь в жизни и даже избавить от болезни. Священники и ученые в один голос говорят. Эта возможность дана каждому. Но тот, кто хочет говорить с Богом, должен быть к этому готов. Помимо искренней веры, человеку необходима готовность к изменениям и чистота помыслов. Для этого в разных религиях существует традиция поста. Он не только смиряет физические потребности. Его главный смысл – духовное воздержание. Вообще, человек стоит на посту, когда он что-то охраняет. Смысл поста заключается в том, что мы охраняем свою душу от того, что ее отвлекает от ее подлинного предназначения. И смысл поста заключается в том, что пост есть, в первую очередь, упражнение воли. Это не просто воздержание от пищи. Священники и теологи напоминают, что пост не цель, а средство отвлечься от запросов физического тела, сосредоточиться на душе. Без этого пост в любой религии становится просто диетой. Чтобы позитивно влиять на тело, человеку надо подумать о душе. А чтобы подумать о душе, он должен изменить свою жизнь. И он может физически настроиться, настроить свое подсознание, вывести его на тот самый новый уровень, когда включаются другие механизмы. Но при этом ему надо кардинально поменять что-то в себе. Надо изменить собственную жизнь. Интересно, что когда церковь говорит о спасении души, то под спасением понимается воссоединение, восстановление целостности. Верующие хорошо знают, где и когда они лучше всего ощущают покой и восстановление души. Храмов много, и в каждом находят утешение. Но есть определенные святые места и объекты, обладающие особой силой. Это чудотворные иконы и мощи святых, неизменно влияющие на людей. Человек меняет свое состояние под влиянием духовных объектов. Человек меняет свое состояние под влиянием молитвы. Человек меняет свое состояние под влиянием нахождения в священных местах. Потому верующие так ценят святыни, ездят в паломничество и стараются приобщиться к божественным реликвиям. Люди стремятся к святым местам от того, что там иная атмосфера, которая многим дает поддержку и исцеление. Одно из таких особенных мест – Свято-Зеленецкое подворье в Санкт-Петербурге, где находится могила Матроны Босоножки. В местном храме собирают свидетельства чудесных исцелений, произошедших на могиле Блаженной. Справка с детской городской больницей. Маленькая девочка, и диагноз не могли поставить, и не могли осуществить медицинскую помощь. И вот по молитвам матери эту девочку сюда привозили, и на могиле через некоторое время получилось исцеление. И вот свидетельство медицинское. Однако сила и длительность этого влияния напрямую зависит от того, верит человек или нет. Он может не верить в Бога, но когда он хочет изменить свою жизнь к лучшему, должен верить, что это возможно. Одинаковой веры нет. Один постоянно, понимаете, да, анализирует, что он с этого будет иметь, а как потом что, а не дай Бог, 5-е, 6-е, 10-е. А кто отдается этому внутреннему состоянию беспрекословно, переживает внутренний религиозный экстаз. Тот получает то, что заслужил. Вера лечит человека. Для веры нет преград. Она доступна каждому, и каждый может воспользоваться возможностями и каналами, которые она предоставляет молитвой, медитацией, мантрой. Ну, во-первых, петь могут все. И я это знаю профессионально. Готовить тоже могут все. Я тоже это знаю профессионально. И глубоко убежден, что веровать могут все. Вера дана всем. Этот потенциал закрыт для тех людей, которые сами его закрывают. Он открыт для всех абсолютно. Вот тогда, когда мы говорим, что он закрыт, он открыт только для определенных гениев. Вот тем самым этими словами, этим настроем мы уже этот потенциал закрываем. Считается, что люди, которых духовные проблемы волнуют больше, чем телесные, пользуются особыми привилегиями. Получить власть над своим телом. Эта сила может исцелять от болезней и открывать человеку необыкновенные возможности. Люди много веков ищут способы победить телесные недуги. Но все, что для этого нужно, находится в нас самих. И основано на силе нашего духа.